И всем привет, ребят, с вами канал Ставка.нет, и это уже 16 выпуск Тайного прогноза. А перед началом данного видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на канал, врубить колокольчик и следить за уведомлением, потому что уже на 100 подписчиков мы разыгрываем 5000 рублей между вами в нашем телеканале. Ну а ставку на матч Торонто против Монреаля даст Артем. К прогнозу. Ребят, всем привет. Хочу дать ставку на матч Торонто-Монреаль 8 апреля, начало в 2 часа 30 минут по московскому времени. Собственно, ставка заключается в чем? Победа в основном в матче Торонто за коэффициент 1,6-1,7 примерно. Собственно, перейдем к матчу. По составу они сыграют у Торонто Андерсон, у Монреаля Армай, Галахер, Чаро. По таблице в северном дивизионе Торонто идет на 55-м. На 55-м. С 55-м очками на первом месте Виннипега ближайший конкурент 49 очков, 6 очков отрыв. По играм примерно одинаковым. У Монреаля идет на 4-м месте с 43 очками, но у них еще 4 игры в запасе. То есть, они сыграли только 35 игр, а Торонто сыграл 39. Собственно, перейдем к моей ставке. По очным встречам, считаю, последние 5 матчей никто дома в основное время не выигрывал. Последние матчи выиграл Торонто 3-5 в гостях, Монреаль 1-2 в гостях, Торонто 2-4 в гостях. Ничья 4-4, и Торонто выиграл дома, и Торонто выиграл 2-4. То есть, из этого мы увидим, что в 5 матчах всего один раз Монреаль выигрывала. В принципе, и та, и другая команда идут стабильно. За 5 матчей одно поражение, что у тех, что у других. В Монреале Ататавуш 3-6 дома проиграли. И Торонто тоже Эдмонтону проиграла в овертайме 2-2, 2-3 в овертайме проиграла. Команды идут более-менее стабильно, что та и другая. Но, опять же, если взять так, то на мое усмотрение, возможно, возможно, рассматривал ничью с коэффициентом 4-7. Но рисковать не стал, взял победу в матче Торонто за коэффициентом 1-6. Так что вот такая вот будет моя ставка, небольшой разбор. И прикреплю еще к следующему видео, сделал тройник с коэффициентом 4-2. Всем до следующего видео, всем пока.